Пивоварка Нарушение Пивоварка У школьников края резко падает зрение. Об этом в открытую говорят врачи-офтальмологи. Через 10 лет ситуация может только ухудшиться. В чем причина и как предотвратить близорукость к катаракту и рак сетчатки глаз? Обсуждали специалисты за круглым столом в сибирской медиагруппе. Подробности у Ирины Корчагиной. Почти у половины выпускников алтайских школ уже не стопроцентное зрение. К сожалению, говорят офтальмологи, такая близоругая картина наблюдается по всей стране. В группе риска школьники и люди старше 45 лет. Близорукость до минус трех является социальной адаптацией органа зрения для работы человека вблизи. Изначально наш глаз приспособлен для работы вдаль. Резкое снижение зрения, радужные круги перед глазами, размытость окружающих предметов. Эти и другие тревожные сигналы должны стать поводом для похода к офтальмологу, говорят врачи. Граждане, которые имеют полис обязательного медицинского страхования, они могут обращаться в любую офтальмологическую организацию, учреждение офтальмологическое, которое имеет лицензию на этот вид помощи и заявило себя для работы в системе обязательного медицинского страхования. Доступность она существует, но вот такие отдаленные районы, где-то там поликлиники какие-то, там, конечно, с кадрами у нас дефицит большой. Для таких отдаленных районов врачи краевой офтальмологической больницы планируют проводить выездные осмотры. Но не всегда окулист может выявить патологии сразу. Например, внутриглазную меланому. Онко-офтальмолог Ольга Смирнова рассказывает, в Алтайском крае в год проводится около 25 операций по удалению глаз. Это позволяет сохранить жизнь онкобольному. Чтобы не прибегать к такой радикальной мере, врачи советуют хотя бы раз в полгода посещать кабинет офтальмолога. Ирина Корчегина, Александр Антропов, Наши новости. Сегодня в рамках осеннего призыва на службу отправятся первые алтайские новобранцы. Правда, всего два человека. В течение ближайших двух дней, как сообщили нам в краевом военном комиссариате, уедут еще почти 200 человек. Алтайские срочники будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Преимущественно ребят распределят в Дальневосточный и Южный федеральные округа. Самая масштабная отправка с призывного пункта будет 14 ноября. Тогда на службу отправятся и 15 человек, которых ждут в президентском полку. Напомним, осенняя кампания по призыву завершится 31 декабря. На данный момент пройти медкомиссию успели порядка 5000 призывников. Еще столько же ожидают своей очереди. Сегодня в Барнауле подведут итоги проекта «Чистые скалы. Достояние Алтая». Это масштабная акция по очистке скал края от вандальных надписей. Год назад ее инициировало Министерство природных ресурсов Алтайского края. Работой выполнили специалисты регионального отделения Русского географического общества при участии волонтеров со всего края. Всего было очищено более 3000 квадратных метров скал. На сегодняшний день это самая масштабная акция из тех, что проходили в России. Чистили преимущественно популярные туристические места, район Чуйского тракта, Белокурихи, Клыванское озеро, горы Убабырган и другие. Сегодня географы расскажут, с какими трудностями они столкнулись в процессе очистки, какие открытия сделали подробнее в нашем вечернем курсе. Новая аллея из саженцев дуба и рябины появилась в центральном парке краевой столицы. Высаживали деревья учащиеся 69-й Барнаутской гимназии. Это помогает облагораживать город, улучшать экологию и вообще в общем и целом облик города меняется. Это замечательно, я считаю. Особенно если это касательно центрального парка, потому что он недалеко находится от каких-то главных достопримечательностей города. И чтобы гости нашего города могли насладиться, я считаю это замечательно. Акция под названием «Зеленая волна», а именно в ее рамках «Высаживают деревья» стартовала 26 сентября. В этот день в Барнаульском парке Орликино появились молодые кедры. Эстафету подхватили студенты Института культуры, затем передали ее в 69-й гимназии. Всего в акции участвуют пять организаций краевой столицы. Саженцы они приобретают на собственные средства. Школьники передадут эстафету управлению ветеринарии. За деревьями на территории центрального парка будут присматривать его сотрудники. Не оставят без внимания новую аллею, которая, кстати, появилась к 100-летию комсомола, и организаторы проекта «Зеленая волна». Мы же, в свою очередь, как организация, которая несет ответственность по посадке, будем ежегодно, ну, во всяком случае, весной, мы будем проверять уже по приживаемости и постараемся просто присадку осуществить для того, чтобы все-таки аллея была аллея. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае немного потеплеет. В Бийске – до 5, выше 0, Валейске и Рубцовске – до 6. В Барнауле ветер юго-западный порывистый и до 3, со знаком «плюс». Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.